Так, ну что, ребятушки, будем кушать, 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 кушать. Так, надо тарелочку себе отдельную взять. Так, ребятушки, сейчас салатик. Раз, два, три. Опа! Салатик. Так, салатик. Так, одну котлетку с кабачками. Так, вот такой вот омлет. Смотрите, как он поднялся хорошо. Школьный омлет. Не, не, не. Лора, Лора. Макароны для друзей. Мы углеводы не едим. Все. Ну что ж, дорогусики мои, давайте позавтракаем вместе. Что-то мне вообще не нравится. Свет. Может, нам в темноте посидеть? Во, так лучше даже. Что вам рассказать? Так, давайте тогда я еще... Раз я от макарон отказалась. Видите, какая я стойкая? Видите, смотрите, какой омлет. Это вам не херня. Омлет из белка. Так. Ммм, салатик прелесть. Короче. Вчера мне написала подруга о том, что у нее есть... Ммм, боже, омлет какой нежный. Родственники в Нью-Йорке. И они написали, значит, ей, ну, сообщение. Что, типа, мы смотрим блогера Лора Юйсей у вас там во Флориде. Смотрели вчера видео, как к ней приезжали внуки. И вдруг мы увидели девочку, которая бы вроде бы наша. Сонора. Я, говорит, скинула видео там сестре другой в Нью-Йорке или где. Она сказала, да, это наша девочка, наша Сонора, кажется. Это же наша девочка. Девочки, это ваша девочка. Рассказываю всем, кто новенький. У меня, к сожалению, нет внуков. Этот грех будет на моих детях. Они не хотят мне давать внуков. Хотя, если бы мой сын родил ребенка в то же время, что и я, то Тоня вполне могла бы быть моей дочкой, внучкой. Тонечке 10 лет, сыну 28. Ну вот, в 18 лет забубенить мне внуков. Вот такая Тонечка у меня бы уже бегала. Но это не внуки. Это племянники. Любимые. Сонорочка – это практически член семьи ребенок. Вот! Извиняюсь, меня муж прервал. Вот, так что внуков нет. Это племянники любимые. Сонора – подружка племянников. Катлетки обалденные. Смотрите. Со свежим молодым кабачком. Я даже шкурку не снимала. Видите, она нежная-нежная, зенеленькая. Обжарила чуть-чуть на сковородочке и в духовку. Так что здесь все хелси. Все, теперь кушаем, ребята, опять с 11 до 7. И я без углеводов буду стараться. Надо брать все в руки, наверное. Да, ребята, вот такая я с меня. Бывает. Так что надеюсь, надеюсь, на этой или на следующей неделе я еще раз заберу ребятишек. На выходные. Школа – это вам не херня. Школа – дело серьезное. Вальчике сегодня звонила. Поехала к дантисту. Саше зубы лечить. Все по-серьезному. Саше там уже три коронки, наверное. Ничего, только разяжить начало, уже коронки в зубах. Омлетик нежный. Кстати, вот мне омлеты, девочки, я не знаю, в России появилось или нет желток отдельно, белок отдельно, как здесь можно купить, в тетропаке. Но я вам скажу так. Когда они отдельно, омлеты поднимаются гораздо лучше. Вот помните, я вам показывала, у меня был вот такой огромный омлет, как торт, прямо вот такой высоты. Я ничего не делала. Это просто желток. Вот так вот. Я про сонору хотела рассказать. Знаете, бывают, ну дети, как люди, дети, как люди. Бывают не хочется ребенка ни обнимать, ни целовать. Вроде чистенькие, аккуратненькие, а почему-то за ним там кусочек хлеба не докушаешь. Это необъяснимо. Ну почему-то так вот происходит. А бывают дети, вот как сонора, которые хочется прям съесть. Вот наша, вот прям своя. Так что это тоже моя внучка. Она такая умненькая. Не пишите мне, пожалуйста, кто-то мужик по имени Миша, мужик, не мужик, не знаю, написал. Ни один ребенок не произносит правильно буквы. Вообще-то это этим детям. Одному пять? А сколько же сонора? Столько же, наверное. Ой, извиняюсь. Они американцы. Они родились в Америке. Они ходят в американскую школу. У соноры папа американец, мама украинка. Ваших детей, если взять, они сильно знают, например, украинский и английский язык? Да ни хера они не знают. И как они говорят на русском, ваши дети большая часть на английском и на каком-нибудь украинском или литовском говорить не станут. А они говорят. Поэтому вы не гоните. Не все буквы произносят. Не волнуйтесь, в английском они все буквы произносят. Только их мамы останавливают и все равно заставляют хоть маленько, чтобы они разговаривали на русском или на украинском. И правильно делают. Какие вы вредные некоторые у меня, а. Ну что вы такие вредные? Миша, тебе, может, давно секса не давали, котенок. Салат с бальзамическим уксусом. так что вы сами мне просто интересно вы когда-нибудь замечали за собой что красным детям совершенно ну беспричинно относитесь по-разному вот какое-то дитё ваше вот прям ваша даже независимо от того что она чужой да а какого-то ребенка вот как-то душа не принимает да так скажем вот у вас такое было но я же не такая наверно 1 уникально хотя конечно неправильно не любить детей там или не я не люблю но бывают дети которые вот прям как твои за которыми ты какашки уберешь попу подмоешь обнимешь кажется съел бы а есть дети которые всему чужие вот такая я падла все ребята мне пора мне пора мне пора мне пора пишите 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 я все переживу я все смогу о че и кстати хербал с алоэ от натальи фальконе нормально подлезала